Шалом, возлюбленные! Сегодня я покажу вам, как Иисус использовал несколько историй и образов из Ветхого Завета, чтобы показать нам, какой будет жизнь на Земле во время Великой Скорби. Пожалуйста, оставайтесь с нами. Равин Шнайдер — это голос, взывающий в нашем потерянном мире и направляющий людей к Иисусу. Шалом! Я Синтия, жена Равина Шнайдера. Я молюсь о том, чтобы сегодня Бог преобразил вашу жизнь, когда Равин Шнайдер будет проповедовать Божье Слово. Пусть Бог благословит вас, и шалом, друзья! Добро пожаловать на передачу «Узнавая еврейского Иисуса». Меня зовут Равин Шнайдер, и мы проходим цикл, который называется «Расшифровывая книгу Откровения». Я не буду вспоминать все, что рассматривал. В конце этого выпуска вы узнаете, как заказать этот цикл. Вы можете найти мои заметки на нашем сайте, адрес которого указан на экране. Я советую вам устроить курсы по изучению этого вопроса в Библии. Это действительно важный материал. Библия говорит в Откровении 1 главе слова Иисуса. Блажен слушающий слова пророчества сего. Иисус заканчивает книгу Откровения такими же словами. Понимание книги Откровения критически важно для каждого верующего. Моя задача в этом цикле – сделать так, чтобы все поняли ее. Вот почему я советую вам изучать этот вопрос с другими. В прошлый раз я начал говорить о временем, известном как Великая Скорбь. Я показал вам, что пророки Иеремия и Даниил называли Великую Скорбь, о которой говорил Иисус, бедственным временем для Иакова. Я показал вам в прошлый раз, что Великая Скорбь начнется с Израиля, а затем распространится по всему миру. Все остальные ужасы мировой истории померкнут в сравнении с тем, что случится на земле во время Великой Скорби. Я знаю, что это пугает некоторых из вас, но мы должны признать истину. Иисус ясно говорил об этом. А я хочу посмотреть на слова Иисуса про это время. Мы откроем Евангелие от Матфея, 24 главу. Там Иисус отвечает на вопрос учеников. Иисус рассказывает о последних временах и о Своем возвращении на землю. Послушайте, что говорит нам Иисус. «Трава вянет, и цветы сохнут, но Слово Божие пребывает вовеки». Итак, Господь говорит, «Ибо тогда будет Великая Скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоса. Но ради избранных сократятся те дни». Мы должны признать факты. Многие верят, что все будет становиться лучше. Они смотрят на историю через розовые очки. Но, возлюбленные, Библия учит иному. Часто я слышал, как так называемые пророки говорят о том, что все станет лучше, что то и это станет лучше. А я хочу, чтобы вы знали, возлюбленные, что Библия говорит о том, что наступят времена трудные. Осознавая это, мы начинаем серьезно относиться к Богу сейчас. Ведь когда все это наступит, будет поздно обращаться к Богу. Мы должны быть сильны, чтобы пройти через это. Иисус сказал, что когда придет скорбь, многие отпадут. В этом цикле под названием «Расшифровывая книгу Откровения», мы показываем вам, как сходятся Ветхий и Новый Заветы. Иными словами, не только книга Откровения говорит о последних временах. Еврейская Библия, Ветхий Завет, также говорит о последних временах. «Я показываю вам, как все это сходится воедино». Что же я имею в виду? Давайте подробнее рассмотрим этот момент. Когда Иисуса спросили о последних временах, Сам Иисус сравнил их с двумя событиями Ветхом Завете или Танахе. Иисус сказал, что это будет как во времена Ноя. Иисус также сказал, что это будет как во времена Лота. В прошлый раз я говорил о том, что история Израиля имеет пророческую природу. И когда мы читаем историю Израиля в Танахе, то читаем о событиях, которые действительно происходили в то время. Но эти события также были пророческими, потому что то, через что прошел Израиль, повторится на земле в последние дни. И когда Иисуса спросили о последних временах и скорби, то Иисус сказал, что это будет как во времена Ноя. В Евангелии от Матфея, 24 главе, с 37 по 39 стих мы читаем, «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого. Ибо как во дни перед потопом ели, пили, женились и выходили замуж до того дня, как вошел Ной в ковчег, и не думали, пока не пришел потоп и не истребил всех. Так будет и пришествие Сына Человеческого». Задумайтесь над этим. Иисус отвечает на их вопрос о том, какой будет жизнь во времена скорби, перед Его пришествием. Иисус говорит, что она будет как во дни Ноя. Мы должны спросить себя, а какой была жизнь во дни Ноя? Давайте откроем книгу Бытия в Торе и прочитаем, какой же была жизнь во дни Ноя. Иисус сказал, что на земле будет так перед Его возвращением. Давайте посмотрим вместе книгу Бытия, 6 глава, 5 и 6 стихи, а далее еще 11, 12 и 13 стихи. «Вы слушайте Слово Божие. Трава сохнет, и цветы вянут, но Слово Божие пребывает вовеки». «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем. Я хочу обратить ваше внимание на несколько вещей, о которых мы прочитали. Я ощущаю Божий Дух в этом. Мы читаем об ужасных вещах, которые будут происходить на земле. Мы спрашиваем, почему любящий Бог допускает это. И я хочу, чтобы вы услышали меня. Когда Господь посмотрел на землю, во дни Ноя, то увидел, что все помышления сердец людей были злые во всякое время. Я хочу спросить, а кто из вас постоянно слышит негативные разговоры людей? Люди плохо говорят об одном, о другом, о человеке. Они жалуются. Господь увидел, что все помышления людей были злые во времена Ноя. Мне нравится, что Бог говорит здесь, в том смысле, что я вижу любящую личность. Бог — личность. Библия говорит, что Бог воскорбил и раскаялся в том, что создал человеком. Послушайте, пожалуйста, еще раз. Я прочитаю вам Священное Писание, «Бытие» еще раз, чтобы вы прониклись этими словами и настроением самой Библии. Послушайте, что здесь сказано. «И раскаялся Господь, что создал человека на земле и воскорбел в сердце своем». Почему? Потому что все слова, выходившие из уст людей, были злые во всякое время. Сегодня мы недалеки от такого состояния. Вернемся к нашей программе. Давайте продолжим читать. Это 11 стих. «Но земля растлилась перед лицом Божьим». И я хочу спросить вас, растлена ли земля сейчас? Нам достаточно включить телевизор, посмотреть на то, как люди продают вещи, как зарабатывают деньги, как манипулируют другими. Мы можем долго продолжать этот список, и мы поймем, земля растлилась. «Но земля растлилась перед лицом Божьим, и наполнилась земля злодеянием. И возрел Бог на землю, и вот она растлена, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною, «Конец всякой плоти пришел пред лицо Мое, ибо земля наполнилась от них злодеянием. И вот я истреблю их земли». Что происходило? Бог скорбел. Он посмотрел на людей, сотворенных по образу Его. Бог посмотрел на человечество, которое должно было отражать Его славу, любовь, праведность, красоту и доброту. Но посмотрев на землю, Он увидел, что человек растлился, и все намерения Его сердца были злыми. Земля наполнилась злодеянием. Это принесло скорбь в Божье сердце. Он начал сожалеть о том, что создал человека. И Бог сказал, «Это конец человечества. Я уничтожу плоть на земле». Почему он поступил так? Возлюбленный. Земля настолько растлилась, что он больше не мог этого терпеть. Но в этом также была искупительная цель. Он очистил землю потопом, чтобы начать заново. Ведь так? На земле остались лишь Ной и Его потомки. Бог очистил землю потопом, чтобы начать все заново. А вот что Бог сделает во время великой скорби и язв, о которых мы будем читать в продолжении этого цикла. Он не просто разозлился, расстроился, пришел в ярость и решил уничтожить все. Нет. У Него есть цель. Новое небо и новая земля. Он начнет все заново со своим искупленным творением. Не забывайте то, о чем я говорил. Господь посмотрел на землю во времена Ноя и увидел, что она растлилась, а также, что она наполнилась злодеяниями или насилием. Я хочу, чтобы мы достали термометры и померили температуру культуры, в которой мы живем. Я хочу задать вам следующий вопрос. Земля наполнилась злодеяниями во дни Ноя. Иисус сказал, что так же будет перед его возвращением. Я хочу спросить вас, какие фильмы показывают в кинотеатрах? Какой процент фильмов и даже мультфильмов содержат в себе сцены насилия? Что продается? Секс и насилие. Как было во времена Ноя, да? Земля растлилась и наполнилась насилием. Мы вспоминаем другие примеры в истории. Например, Древний Рим. У них были праздники, на которых люди собирались для развлечения. Они смотрели гладиаторские бои. Все приходили в Колизей, чтобы посмотреть, что случится, когда гладиатор выйдет на бой с диким зверем. Кто умрет, а кто останется жив. Толпа сходила с ума. Что же они праздновали? Чему они предавали себя? Насилию и еще раз насилию. Сегодня мы не ходим в Колизею, чтобы посмотреть, как зверь разрывает кого-то на части. Но мы поступаем так же, прикрываясь искусством. Мы берем диски, ставим их в проигрыватель, садимся перед телевизором с попкорном и смотрим на убийство, изнасилование, преступление. Мы развлекаем себя насилием. Я хочу, чтобы вы знали, что это противно Богу. Это не отражает того, кем Он создал нас. Это не отражает Его славы на земле. Бог не будет терпеть это вечно. Иисус сказал, вот, Я приду очень скоро. Это и есть послание к книге Откровения. Но, знаете, Иисус не остановился на Ное. Иисус сказал, что это будет похоже на дни Лоту. Я прочитаю сейчас вам отрывок из Евангелия от Луки. Это 17 глава. С 28 по 30 стихи. Опять же, мы смотрим на то, как книга Откровения и Евангелие связаны с тем, что авторы Ветхого Завета говорили о последних временах. Иисус помогает нам понять последние времена, обращаясь к Торе, к Ветхому Завету. И вот, что Иисус сказал в Евангелии от Луки, 17 главе, так же, как и было во дни Лота. «Ели, пили, покупали, продавали, садили, строили». Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится. Я хочу еще раз открыть книгу «Бытия» и прочитать о том, какой была жизнь на Земле во времена Лота. Иисус сказал, что будет так же, как и во дни Лота. И возникает вопрос, какой была жизнь во дни Лота? Я знаю, что некоторые из вас знают эту информацию, но я хочу уделить ей время, чтобы откровение проникло в нашу суть. Выслушайте Слово Божие. Это Бытие, 19 глава, начиная с 4 стиха. «Еще не легли они спать, как городские жители, садомлене, окружили дом. Такой была культура на земле, когда Бог излил огонь на Содом и Гоморру». Сказано, городские жители, садомлене, «От молодого до старого, весь народ со всех концов города окружили дом и вызвали Лота». Не забывайте, что Иисус сказал, что тогда будет как во дни Лота. И вызвали Лота и говорили ему, «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи их к нам, мы познаем их». Как они собирались познать их? Многие понимают, что они имели в виду сексуальные отношения. Это был пример ужасного гомосексуального поведения. Лот вышел к ним ко входу и запер за собой дверь и сказал, «Братья мои, не делайте зла. Вот у меня две дочери, которые не познали мужа. Лучше я выведу их к вам. Делайте с ними что вам угодно». Это ужасно. Он был готов отдать своих дочерей. Но еще хуже была гомосексуальность жителей, которая показывала, насколько раскленным было общество. «Я выведу их к вам, делайте с ними что вам угодно, только людям с ним не делайте ничего, так как они пришли под кровь дома моего». Но они сказали, «Пойди сюда». И сказали, «Вот пришелец, Лот. Вот пришелец». Лот не был из Содома и Гаморы. «И хочет судиться». Что я пытаюсь показать? Там доминировала гомосексуальная культура. А когда Лот выступил против нее, попытался поднять знамя праведности, ему сказали, «Кто ты, чтобы судиться? Ты считаешь себя судьей над нами? Возлюбленные. Мы видим то же самое сегодня на Земле. Люди возносят гомосексуальность. О ней рассказывают в школе, называя допустимым образом жизни. А тех, кто говорит «нет», это не Божья воля для людей, называют ненавистными судьями. Возлюбленные. Иисус готов вернуться назад. Вам не нужно верить мне на слово. Верьте Ему. Люди пытаются поместить христиан в какой-то ящик. Они хотят, чтобы мы не говорили, что гомосексуальность — это плохо, что Иисус — единственный путь на небо, и что без веры в Иисуса мы не попадем туда. Возлюбленные. Это то, чему учит Библия. Библия учит, что Иисус — единственный путь на небо. Нет спасения ни в ком другом. Библия учит, что гомосексуализм — это не Божья воля для Его творения. Бог создал мужчину и женщину. Мужчину и женщину. Он сотворил их по образу Своему. Бог любит всех. Если у вас есть проблемы с гомосексуализмом, то я хочу, чтобы вы знали, что я понимаю вас. Многие из вас стали жертвами. Я хочу, чтобы вы знали, что Бог любит вас. Бог любит вас так же, как и меня. Но Бог любит нас слишком сильно, чтобы оставить нас там, где мы есть. Он послал Иисуса, чтобы привести нас к Себе, исцелить и восстановить нас. Это послание спасения. Если сегодня мы слышим Его голос, мы не должны ожесточать сердца, потому что Он не будет терпеть людей вечно. Так было во дне Ноя и во дне Лота в Содоме и Гаморе. «Возлюбленные, я хочу, чтобы вы знали, Иисус готов отправиться назад. Он вернется скоро». Первыми словами Иисуса было «покайтесь», ибо приблизилось Царство Небесное. Мы не должны делать этого сами. Иисус сказал «Се, стою у двери и стучу». Если кто отворит дверь, войду к Нему, и буду вечерить с Ним, и Он со Мною. Я хочу, чтобы вы знали, независимо от ваших трудностей, Иисус с вами. Сейчас. Просто встаньте на колени, поднимите свои руки к Нему и обратитесь к Нему. Он любит вас и пришел, чтобы спасти вас. Я также люблю вас. Пусть Бог благословит вас. До скорой встречи. С вами был Равин Шнайдер. Если у вас есть свидетельства о том, как Господь использовал нашу передачу, чтобы изменить вашу жизнь, мы предлагаем вам поделиться им. Заходите на наш сайт и нажимайте на вкладку «Свидетельства», чтобы поделиться своей историей. Дорогой Равин, я хочу, чтобы вы и ваша драгоценная жена знали, что когда я пошла на почту, чтобы отправить свое первое пожертвование вашему служению, то пережила невероятное излияние Божьего присутствия и радость. Это было удивительно. Мы верим, что вы – избранный сосуд в последние времена, который достигнет тех, кого не могут достичь другие. Ваша сослужительница во Христе, пастор Виктория. Возлюбленные, благодаря вашим молитвам и финансовой поддержке тысячи жизней меняются по всему миру. Поддерживая нас, вы становитесь партнером Бога в создании Его вечного царства. Спасибо вам. Пусть Господь и зальет в вашу жизнь, когда вы сотрудничаете с нами. Программа «Узнавая еврейского Иисуса» выходит специально для вас. Возлюбленные, мы получаем свидетельство о том, как Бог прикасается и меняет жизни людей через наше служение. Тысячу лет назад Бог сказал Моисею и Аарон, «Произносите это благословение на мой народ, и тогда мое имя будет на них». Он дарует вам свое имя и продолжит по-новому благословлять вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Шалом Да благословит вас Господь и сохранит вас. Да озарит вас Господь светом лица своего и будет милостив к вам. Да обратит Господь к вам лицо свое и да дарует вам свой мир, свой совершенный шалом. Многие из вас чувствуют сейчас нечто таинственное. Иисус стучится в двери вашего сердца. Он любит вас. Он хочет войти и жить в вас. Для этого вам лишь нужно сказать, «Иисус, пожалуйста, прости мне мои грехи. Я верю, что ты умер на кресте за меня, поэтому я прошу тебя, войди в мое сердце и поселись в нем навсегда». Если вы произнесли эту молитву и отдали свою жизнь Иисусу, а теперь готовы следовать за Ним, то Он изменит вашу жизнь навсегда. Если вы приняли это решение, то я прошу вас, воспользуйтесь информацией, которая сейчас на ваших экранах. Пусть Бог благословит вас. Я люблю вас. Шалом! На следующей неделе я покажу вам, как скорбь, о которой говорил Иисус, также упоминается в Ветхом Завете. Пригласите к себе друзей, чтобы посмотреть этот выпуск вместе. До скорой встречи! Пусть Бог благословит вас. Иисус любит вас. Шалом! Я надеюсь, вы так же рады этой серии учений, как и я. Я чувствую, как сказал псалмист, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых. Другими словами, он говорит, что пока я не уверую, что могу пережить Бога на земле. Я не стал бы жить, я бы не имел надежды. И в моей жизни так же. Я ощущаю то же самое. Вот почему я хочу жить дальше, чтобы пережить встречу с Богом. Надеюсь, что эта серия учений принесла вам помощь. Хочу, чтобы вы знали, мне нужна ваша помощь. Я не только нуждаюсь в вашей помощи, Бог устроил так свое царство, что Евангелие будет распространяться его народом. Эти принципы начинаются со Скиния, когда Бог повелел Моисею собрать приношения на строительство храма. То же самое касается наших дней. Павел сказал, разве не должны мы, проповедующие Евангелие, собирать средства с тех, кто получает обетование? Я хочу попросить вас, возлюбленные, если вы верите, что Бог действует через это служение, если вы верите, что учение настоящее, если я помогаю вам, то вы помогаете нам достичь мир для Иисуса. Хочу, чтобы вы знали, что за каждую душу, которая прикоснулась, наше служение, вы получите награду на небесах. Благословит вас Бог. Шалом. Надеюсь, вас благословила сегодняшняя программа. А сейчас хочу дать вам еще одну большую возможность. Возможность давать. Иисус сказал блажение, давать чем принимать. Давай мы отражаем природу Христа, потому что Бог по своей природе даятель. Он так сильно полюбил нас, что отдал своего единственного Сына. Если вы верите в Меня и в эту программу, то откройте свое сердце Духу Святому и дайте столько, сколько Он побуждает вас дать. Я вам обещаю, делая это, вы будете преображаться в образ Христа и будете благословлены за свое послушание Богу. Спасибо вам за вашу финансовую поддержку. Благодаря ей эта программа до сих пор выходит в эфир. Будьте обильно, благословлены. Шалом, друзья. Если вы хотите стать нашим партнером, то отправляйте свои пожертвования по адресу, который вы видите на экране, или же вы можете сделать это на нашем веб-сайте. В благодарность мы вышлем вам аудиопроповедь Равина Шнайдера, а также наш информационный бюллетень. Чтобы больше узнать об этом служении, а также ознакомиться с материалами, написанными Равином Шнайдером и мессианской музыкой от Джошуа Джеймса заходите на наш сайт. Смелая и вдохновляющая, простая и ясная. Эта книга откровения расшифрована от Равина Шнайдера, у которого более 40 лет опыта в изучении Ветхого и Нового Завета. Вас ждет захватывающее путешествие, в котором вас будет направлять призма еврейских пророков. Откройте ответы на древние загадки, и скрытые ключи, которые повлияют на вашу жизнь сегодня. Примите Божие благословения. Книга «Откровения» расшифрована. Приобретите свой экземпляр сегодня, позвонив по номеру, который видите на экране или на нашем сайте. Телепередача «Равина Шнайдера» «Узнавая еврейского Иисуса» теперь доступна на русском языке на YouTube. Равин – еврейский, верующий в Мессию Иисуса. Слушая и применяя принципы этих уроков, вы получите откровения сегодня для вашего лучшего будущего. Посетите YouTube сегодня и подпишитесь на канал «Узнавая еврейского Иисуса». Также убедитесь нажать на значок колокольчика рядом с кнопкой «Подписаться», чтобы получать уведомления и не пропустить ни одного эпизода.